Можно ли делать МРТ с брикетами, ответ врача. В большинстве случаев брикеты устанавливают на полтора-два года. За этот длительный период человеку может понадобиться срочно провести исследование на аппарате МРТ. Но можно ли его делать, ведь оборудование может среагировать на металлические элементы брикет-системы, ответ на этот вопрос дала рентгенолог Екатерина Пишевич, в эксклюзивном комментарии РБК Украина, проект Esteller, можно ли делать МРТ человеку с брикетами. Делать МРТ с брикетами можно и безопасно на МР-сканерах при 1,5Т и 3Т, тесла, поскольку сами брикеты и дуги не повредятся, и зубы тоже. Существует небольшой риск того, что брикеты могут немного нагреться, но чаще всего это еле заметно, говорит Пишевич. Она отмечает, что брикеты обычно изготавливаются из немагнитного сплава, на который не влияет магнитное поле МРТ, и нержавеющей стали 316 в нее добавляют определенные элементы, например никель, изменяющий ее структуру, и эта сталь не ведет себя, как магнит. Некоторые брикеты изготовлены из титана, который является полностью немагнитным, и он безопасен для использования при МРТ. Керамические брикеты в основном безопасны, за исключением дуг. Проволока в основном состоит из никеля и титана, оба металла немагнитны, но все равно могут вызвать искажения, добавляет рентгенолог. По словам врача, самые безопасные брикеты для МРТ – прозрачные капы, практически невидимые и изготовленные из пластика, поэтому не мешают проведению МРТ, могут ли брикеты исказить результаты исследования. Несмотря на то, что процедура безопасна, перед сканированием необходимо сообщить о брикетах лаборанта МРТ, металл в брикетах может создавать помехи магнитному полю аппарата. Тогда возникают «артефакты» или искажения изображений, предостерегает Пишевич, эти артефакты встречаются преимущественно в лицевой и орбитальной областях, хотя могут распространяться на участке головного мозга и шейного отдела позвоночника. «Эти искажения могут скрыть находящиеся под ними реальные структуры, и тогда врач-рентгенолог не сможет правильно проанализировать изображение. Именно поэтому важно информировать о наличии брикетов. Лаборант и врач-рентгенолог подберут параметры сканирования, которые могут помочь устранить некоторые артефакты и обеспечить более оптимальные изображения», отмечает рентгенолог. «Раньше мы писали о том, какие биодобавки лучше не принимать, чтобы не навредить здоровью. Читайте также о том, какая привычка втрое снижает риск сердечного приступа.